Всем привет! В этом видео я покажу вам все свои поделки за 2023 год, и чуть-чуть расскажу о планах. Этот год, как я считаю, был самым главным за всё время моего крафта. Появился электролобзик, появилась мастерская, очень выросло качество макетов, и на канале уже 2000 подписчиков. Огромное спасибо, я очень рад, что вы смотрите мои видео, и они вам интересны. Следующий крафтерский год обещает быть в сотню раз лучше этого. Приятного вам просмотра. Начнём с первого крафта за прошлый год. Магниты в виде наклеек из игры Станов 2. Сделаны они из ПВХ-пластика, у которого с одной стороны магнитный слой. Я не рисовал эти рисунки, а просто распечатал. Поэтому такие поделки можно сделать меньше, чем за один день. После них я сделал дышковые ножи Dual Digress в скине ретро-аркада. Материал фанеры 6 мм, окрасил гуаши и покрыл лаком. Скин очень сложный, но я справился. Приходилось несколько раз перерисовывать, и другого выбора не было. Следующий крафт. Арбалет из Майнкрафт. Я выбрал самый сложный способ его изготовления. Не по слоям, как обычно, а с пустотой внутри. Есть только два лицевых слоя по бокам квадратики. И покрасим морилкой. Он может недалеко стрелять, но меня это не устраивает. Хочу сделать его мощнее. После такого сложного крафта я захотел отдохнуть и сделал простенький. И это Молотов Астанова 2. Понадовала стеклянная бутылка от морилки, тряпка, клей, краска и бумага. Если хотите такое же, сделать его очень просто. Видео в описании. Следующая поделка намного сложнее. Ее я сделал папе на день рождения. Это копия машины с фанеры. Ее делать мне очень понравилось. Так же, как и кастер в позапрошлом году. Может, скоро еще что-то подобное смастерю. А это армейский нож Визис. Его я сделал всего лишь за один день. Это было сложно, но я справился. Сложные формы мне давали делать его быстро. Скоро хочу попробовать сделать что-то подобное за один день, но сложнее. Следующее видео было про керамбит Небула из Стендово 2. Сделал через три дня после обновления. Хотел больше просмотров. Красил акриловыми красками и гуашью. И обязательно злакировал его. А вот мой самый долгий крафт за историю. Причем недоделанный. Его я забрал как мог, но не сдавался. Все из-за шаблона, но я хочу сделать этот ПП максимально кастерным. Поэтому он все время задерживается и откладывается на потом. У него будет очень много подвижных деталей. И это тоже осложняет процесс изготовления. Пока я выделал, захотелось крафтить мачете УВСР Тайга-1. Получилось она великолепна. Очень много работал над качеством. Кроме фанеры я использовал сталь, чтобы сделать съемную деталь. Хороший опыт. Теперь буду больше использовать металл в крафте. Потом вышло обновление в станке. И я так хотел хайпа, что зачем-то решился сделать партию фанеров. Думаю, сделаю их быстро. Но скоро они мне разонравились. И поэтому все растянулось. И я впервые попробовал сделать макет из оргстекла. Получилось отлично. Нож как будто резяной. И последний крафт за 2023 год. Гад Кнайф. Его я тоже очень захотел сделать прозрачным. Но в этот раз получилось в разы лучше. Возможно зимой я сделаю еще один такой ножик. А на этом все. Но не спешите никуда уходить. Хотел вам сказать, что я планирую на следующее лето. Во-первых, максимально улучшить мастерскую, насколько это вообще возможно. Чтобы вся мебель стояла как можно компактнее. Но в это время места хватало. Сказать, какие именно макеты я буду делать, не могу. Скажу только про ближайшее видео. Я сделаю металлический нож на соревнования. Которые мы проводим с другой, так сказать, командой. Если кто не знал, я уже год как веду крафтерское сообщество. Которое называется Крафт Тим. Состоит из двух слов. Крафт, сами понимаете, что это. И Тим, команда. Много спойлерить не буду. Обязательно подписывайся. Ведь там столько всего интересного проходит без тебя. Подписчики отправляют посты со своими подделками. А другие оценяют. Спасибо вам за просмотр. А на этом моменте мы надолго прощаемся. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok